Я перед фильмом перечислил много общих мест в мечте Кассандры и предыдущей картине Аллена «Матчпойнте», но самая красивая параллель в них, по-моему, литературная. То, что Вуди Аллен продолжает разыгрывать основную тему и этого фильма, так или иначе, на коллизиях романа Фёдора Достоевского и романа Теодора Драйзера. Как результат у него выходит такая чудная американская трагедия преступления и наказания. И если в «Матчпойнте» мотивы этих литературных глыб подавались едва заметными полунамеками, то тут уже автор, нисколько не стесняясь, просто стравливает между собой Родиона Раскольникова и Клайда Гриффитса. Не узнать их двух братьев уже просто невозможно. Терри, герой Колина Фаррелла, убивший за денег, довольно мерзкого типа, мучается совестью, изводит себя и собирается в полицию. Иен, герой Макгрегора, бедняк, которого манит мир роскоши и денег, который постоянно выдает себя за одного из них, из представителей высшего общества, и который на преступление идет, в отличие от брата, нисколько не терзаясь моральными вопросами. Ну и финал. Сцена с планированием убийства в лодке, она же чуть ли не начисто списана с американской трагедией. С той поправкой, что Вуди Аллен не стал отдавать еще целый том на следствие суд восстановления справедливости. Я говорил уже об этом в прошлой программе. Справедливость довольно редко торжествует в сюжетах Вуди Аллена. Утверждение того, что жизнь не сказка, можно было бы назвать еще одной красной нитью, пронизывающей все творчество нашего героя. Притом не только драмы, но и комедии. Так это или нет, каждому решать самому. А мы пока подумаем, что еще можно бы посмотреть занятного на неделю. В местный прокат сегодня выходит Малефисента. Мрачная, готичная фэнтези по мотивам сказок Шарли Перо и братьев Гримм. С Анжелиной Джоли в главной роли. Собственно, по большому счету, Малефисента – ремейк диснеевского анимационного фильма 59-го года «Спящая красавица», в котором история излагалась с точки зрения злой феи. Чего ждать от нового прочтения этой истории сказать непросто. Для режиссера Роберта Стромберга это дебютная постановка. Но, учитывая, что его имя нам хорошо известно в качестве художника таких суперзрелищных блокбастеров, как «Аватара» и «Алиса в стране чудес», думаю, в том, что визуально кино будет очень красивым, сомневаться не приходится. Опять-таки, поклонникам кинодивы Анжелины Джоли, которая в последнее время очень редко появляется на экране, и уже года четыре как вообще нигде не играла, эта премьера, думаю, должна быть тоже интересной. Ну и, кроме того, сегодня вышла в прокат новая комедия Николаса Столлера «Соседи на тропе войны». Тут я ей рекомендовать вообще ничего не стану. Сам, вероятно, на нее схожу, потому что мне очень симпатичен молодой американский комик Сет Роген, звезда таких комедий, как «Зак и Мири снимают порно» и «Жизнь прекрасна», в этом фильме также исполняющий главную роль. Но, как по мне, чувство юмора – вещь не менее уникальная, чем отпечатки пальцев, мало зависящая от интеллекта, образования и даже чувства вкуса. Так что тут каждый сам себе судья. Я советовать ничего не стану, изучайте трейлер. Хватит, они достали меня! Так-то? Ну, на сегодня как будто все. Это было «Отборное кино». Меня зовут по-прежнему Андрей Бодро. Увидимся в следующий четверг. Привет!